Друзья, хит-парад гостей в программе «Утренний коктейль» продолжается. На самые разные темы разговариваем мы с нашими гостями. Итак, встречайте, Александр Евгеньевич Монзула, начальник управления социальной и внеучебной работы. Доброе утро, Александр Евгеньевич. Доброе утро. Да, социальная и внеучебная работа. Понятно, что это все связано с университетами, со студенческой жизнью в том числе. Ну и такая проблема для людей, для абитуриентов, которые приезжают из других городов, это жилье. Всегда возникало, либо жить в общаге, либо снимать. И иногда приходилось снимать, потому что в общаге иногда не хватало места. Сейчас расскажите, пожалуйста, как ситуация с комнатой. Всем ли хватает достаточное количество мест? Может быть, нехватка, может быть, студенты не в курсе, что можно жить в общаге и делать это весело? Ну, как всегда, в сентябре самый большой ажиотаж. Все думают, что они не заселятся в общежитии. Очень много желающих. Ну, к марту, к апрелю может быть очень много свободных мест. Много отчисленных. Ну, это связано не с тем, что люди отчисляются, а связано с тем, что просто ажиотаж спадает. Да, кто-то переселяется в квартиры. Ну, вот в Иркутском государственном университете очереди на заселение в общежитие нет. Да, есть свободные места, поэтому, если кто-то из студентов еще не заселился в общежитии, но хочет, может всегда в течение года в любое время подать заявление и в общежитие заселиться. Если вдруг он хочет в какое-то общежитие, которое близко к его месту учебы, да, в пешей доступности, то, может, да, здесь придется немного подождать, но в целом даже и с этим проблем особо нет. То есть сейчас и не рано, и не поздно, а самое время? В любое время самое время. Хороший ответ. Ну, мы еще знаем, что за последние годы к Иркутскому госуниверситету присоединились еще два крупных вуза. Что изменилось в студенческой жизни после вот такого события? Мне кажется, студенты только выиграли от всех этих присоединений, потому что, ну, те студенческие объединения, которые существовали в разных вузах, они объединились и с новой силой, да, как-то новое, вот с этими интеграциями, знакомствами, с разными проявлениями активности, со специализацией разных факультетов и институтов объединения заиграли новыми красками. Ну, то есть даже, к примеру, там в лиге КВНГУ, да, которая славилась там всегда своими командами, появились команды пединститута, появились команды института иностранных языков со своей спецификой, со своими какими-то изюминками. То же самое там произошло и с клубом по интеллектуальным играм, со студенческим научным обществом, да. Сейчас при соединении института иностранных языков очень много иностранцев, которые участвуют, передают свои какие-то части, свои культуры. И если раньше они делали только в рамках ИНЯЗа, да, то сейчас это в рамках большого университета, да, в котором больше 10 тысяч студентов обучается. То есть наша семья стала еще больше? Семья стала больше, да, и она постоянно расширяется. И я думаю, что будет расширяться и в дальнейшем. Поздоров. Смотрите, семья расширяется, количество голодных ртов увеличивается. Студентам всегда было тяжело жить, на моей памяти, в том числе. Вот до сих пор ситуация-то сохраняется? Или вот тот знаменитый анекдот про 2 сиски 12 вилок, он уже отошел на задний план? И теперь как-то попроще что? Если у любого студента спросить, то он, наверное, скажет, что ему и сейчас тяжело жить, да? Так. Для того, чтобы лишь поддерживать имидж того, что он студент. Но на самом деле, да, если ребята занимаются спортом, наукой, творчеством, то у них есть возможность получать повышенную стипендию, да, и там к тому среднему размеру стипендий в районе 3,5-4 тысяч рублей прибавляется еще 9-10 тысяч рублей. И можно уже получать в районе 15 тысяч рублей, да. Но стипендии, как всегда, делятся на два вида. Это те, которые поощряют достижения и те, которые помогают с точки зрения социальной защиты. Поэтому те, кто является малообеспеченными студентами, да, соответственно, они могут получать социальную стипендию, которая тоже, если они учатся на хорошо и отлично, она достигает там 16-13, между 13 и 16 тысячами рублей. Ну, это прямо нужно вообще быть очень активным, очень хорошо учиться, посещать все лекции, может быть, участвовать в каких-то... Учиться на хорошо и отлично, это базовое условие. Это обязательное условие, да, если ты получаешь тройки, то ты стипендии не получаешь. А я уже забыла, забыла я это, правильно. Да, поэтому, ну, здесь все в руках тех, кто учится, да, поэтому те, кто просто хотя бы хорошо сдают сессию, они уже получают достаточно достойную стипендию. А мы сегодня как можем материально помочь в прямом эфире программы «Теремий коктейль»? Можем разыграть этот замечательный рюкзак. А давайте я его, я его даже повторю, я его хотел сказать, заберу себе и... Может быть, кто-то вот с этим рюкзачком за плечами отправится в госуниверситет, да? Чтобы в этот рюкзачок складывать свою стипендию, потому что, мне кажется, как раз-таки размеры подходят для повышенной стипендии. Новыми 200-рублевыми купюрами. Новыми 200-рублевыми купюрами, ребята! Как сейчас разыгралась фантазия, мне кажется, у всех. Ну что ж, что вам нужно, дорогие телезрители, это прямо сейчас дозвониться в нашу студию по номеру 281028. У нас есть для вас один вопрос, ну, те, кто следит за играми КВН, для них этот вопрос будет достаточно легким. Ну, а кто не следит, то пальцем в небо, может быть, удача кому-то сегодня улыбнется. Ребята, 281028, дозвонитесь к нам в эфир, зададим один простой вопрос, сразу говорим, и уже оговорились мы, что связано с КВНом. Вообще, Иркутский госуниверситет всегда был знаменит не только на научном поприще и студенческой жизни, но и на поприще именно КВНа, потому что... Юмора! Айда, ты, айда, молодец. Есть телефонный звонок, Татьяна там дозвонилась. Татьяна, доброе утро! Доброе утро! Татьяна, прием, прием, как слышно? Практически хорошо. Практически хорошо, это здорово, практически хорошо, и мы вас слышим. Татьяна, скажите, пожалуйста, вы случайно не госуниверситет заканчивали? Нет. И это хорошо, потому что вопрос как раз-таки про Иркутский государственный университет. Какая команда КВН из ИГУ участвует в лигах КВН на Первом канале? Играла в клубе веселых и находчивых на Первом канале. Ну, она и сейчас играет, это гимн. Какая команда? Татьяна. Это же наши Раисы одна-то. Ну, и, кстати, Раисы в том числе. Я думаю, что можно принять этот ответ, да, потому что участницы команды КВН Раисы, это выпускницы Иркутского государственного университета. Татьяна, мы вас поздравляем, этот замечательный рюкзак с логотипом Иркутского государственного университета, а внутри платьишко от Раис. Ладно, шучу, нет платьишка. Но ответ правильный, спасибо большое. Кстати, и команда еще молодые люди участвуют в лигах КВН на Первом канале, конкретно в премьер-лиге будет в июне запись игры вместе с ними. Поэтому всем фанатам смотрите обязательно и радоваться за наших. Александр, вам спасибо большое за то, что пришли. Вам спасибо. Может быть, какое-то доброе пожелание? А может быть, злое. Утреннее, а может быть, злое. Учитесь, будьте студентами, поступайте в Иркутский государственный университет. Спасибо. Мы вас поздравляем еще и с юбилеем. Надеемся, что праздники будут на высоте. Сто лет, да. Сто лет, сто лет, ребята. Александр Манзула, начальник управления социальной и внеучебной работы Иркутского государственного университета. Таких людей нужно знать в лицо, особенно всем будущим студентам. Ну, а мы продолжаем наш программ. Первый университет в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.